Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Garage Bat Trip. Друзья, я всем желаю приятного просмотра и отличного настроения. Если соскучились по видосикам по этой игре, если соскучились, ребятки, лайк сразу ставьте, сразу в комментах об этом напишите. Вот, демку я проходил, это было, ну, не так давно, но все же, вот, время прошло. Вот, может, некоторые из вас и забыли, что я в эту игру играл, то есть, ну, в демо-версию играл. И вот у меня появилась возможность поиграть в полноценную версию. Вот, мне ключик прислали, и я просто очень сильно этому рад. Вот, и я снова, так сказать, в этой игре просто, ох, мега-драйв, мега-круть. Ну, что ж, поехали. Так, тут, короче, был босс, не знаю, как его назвать, назову его Многоножкой. Босса этого я прошел, ну, как бы, в демке он тоже был, я его проходил, поэтому я не стал показывать, как я, собственно, прохожу. Этого босса снова, ну, решил отсюда начать. Ну, наконец-то, база, прием, мой позывной Анаконда, запрашиваю помощь. Алло, я слышу тебя, где ты находишься? Ты не назвал свой позывной, кто ты, друг? Я Буч, у меня нет никакого позывного. Как ты попал на нашу секретную линию, долбанный ублюдок? Дамочка, ты там окончательно спятила, я нашел этот телефон, тебе нужна помощь или нет? Нужна, но я должна доверять тебе. Так ты, значит, Буч? Да. А у тебя есть оружие, Буч? Есть. Ок, думаю, я могу тебе доверять, круто. Слушай, мне сейчас неудобно говорить, режь провод и бери телефонную трубку с собой, и я тебе перезвоню. Знаешь, я немного разбираюсь в устройстве телефонов, они и так не работают. Алло? Алло? Вот это да, режь трубку и бери телефонную... Режь провод и бери телефонную трубку с собой, это гениально звучит, конечно, определенно. Я очень ждал, очень ждал, когда у меня появится полная версия этой игры. Глава 6, железная дорога. Я не спутаю этот запах ни с чем, так воняет только в нашем метро. Я, ребятки, очень ждал, пока я смогу в полноценную версию этой игры поиграть, вот. И ребята, кстати, у меня тоже спрашивали, когда я продолжу в эту игру играть. Вот у меня возможность такая появилась, я безумно этому рад. Вот игра очень жестокая, игра очень кровавая, и больше всего она мне напоминает Hotline Miami. И сюжет в этой игре классный, и вообще, очень-очень все в этой игре классно сделано. Так. Так, эти засранцы в броне. Ой-ёй-ёй-ёй. На. Спокойно. То, что ж ты будешь делать, так, лечись. На. Так. Патрон для дробовика. Ну, наверное, лучше, конечно, пользоваться дробовиком. Потому что пистолет, что-то, мне кажется, не особо здесь решает. Ну, у дробовика запас, запас боезапас небольшой. Так. Патрон для пистолет, хорошо. На. Так, патроны еще удалось здесь прекрасно. Сразу перезаряжайся. Игрушка достаточно хардкорная. Ну, по моим понятиям. Кому-то, конечно, может показаться, что она не совсем хардкорная. Ну, отлично для меня, она хардкорная. Да вы че тут жрете, тваря? Так, главное, ничего особо не пропускать. Значит, ты решил мне помочь, Буч? Я уже думал, что ты не перезвонишь, чувствуя себя полным азиотом с этой трубкой в руке. Завязывай с болтовней. Ты мне поможешь? Отвечай, да или нет? Да. И ты не отступишь от своего обещания, даже под страхом смерти. Ну, знаешь, тут везде страх смерти, короче, да. Тогда поглянись, что пойдешь до конца и вытащишь меня отсюда. Да, я вытащу тебя, детка. Скажи, клянусь. Типа, клянусь. Отлично, мол, Бранец, ты принят в спасательный отряд. Отныне нет никакого Буччи, тебе это ясно? Принят. Куда, детка? Меня зовут не Детка, а Анаконда. И здесь я задаю вопросы. Что видишь вокруг, мол, Бранец? Я не совсем понял последнюю фразу. Что видишь вокруг? Вижу трупы солдат. Плохо. Это территория Дредноута. Дред кого? Одного ублюдка. Если его псы почувствуют запах твоего дерьма, ты и покойник. Попробуй обойти их со стороны метро и запомни. Увидишь солдат, стреляй. Погоди, зачем мне стрелять солдат? Ты спятила? Это в твоих же интересах. Стреляй или беги. Но только не попадайся им в руки. Конец связи. О чем вообще речь? Так. Во как, патроны. Хорошо. Нужно, чтобы патроны здесь, конечно, всегда присутствовали. Ёперный театр. О, тихо! Эликсир жизни — это настоящая революция в мире биологически активных добавок. Больше не нужно платить врачам за неэффективное лечение или покупать таблетки-пустышки. Вы знаете больше? Так, не зря. Не зря я ящик раскручивал. Нет? Типа новый уровень, да? Да, заперта с обратной стороны. Тут вообще нужен ключ. Окей. Хорошо. Чуть мне это не нравится. Ёперный театр. Так, я понимаю, что туда лучше не попадаться, да? Не попадаться на глаза тем... Пацанчиком! Так, спокойно. Тихо! Тихо! Да, ебать твою тихо! Ты, блин! Да сколько у вас здесь? Блин. Так, что-то я пока не совсем понимаю. То есть... Мне только сюда остается идти, да? Да, пошли в жопу! Потно. Так. Так. Наверное, лучше пока с дробовиком походить, да? Так, лучше не торопиться. Блин, патроны только для пистолета. Патронами для дробовика не балуют. Что это такое? Трэш. На! На! На, мать твою! Уроды! Ох ты ж! Узья! Ни хрена! Так. Ну, наверное, пока особо тратить не буду. Мне, походу, вон туда как раз нужна. Или нет? Пока не особо понятно. Спокойно Так, патроны для УЗИ Ну что-то особо не балуют Маловат патрон-то дает Ой, он застрелился что ли? Я с детства любил поезда и всегда мечтал работать начальником вокзала Потому когда мне предложили эту работу, я с радостью согласился Так я стал начальником секретной линии метро Которая доставляла сотрудников корпорации на их рабочие места в секретном подземном центре Все было придумано очень ловко Работники заходили в торговый центр под видом покупателей Спускались на парковку, оттуда служебный лифт доставлял их сюда Это была интересная работа, но мне не давал покоя поезд номер 0 Он приезжал сюда каждую ночь в сопровождении вооруженной охраны И был до отказа чем-то загружен Как-то раз я улучил момент и втайне от охраны заклинул внутрь вагона Он был заполнен трупами На каждом трупе висела бирка, собственность Смитс Инвестмент Я человек верующий Так, как после всего виденного я мог продолжать здесь работать, но я продолжил Ключ Интересно, можно прострелить экранчик? Не? Или вы застрелили? Я даже не знаю Стоп, ноут его можно прошарить? А, все понятно Ноут на кусочки развалился Стоп! Опа! Батончик Хорошо Бери по трошке Ёпте-лапте Там харчат уже снизу Творите Так, закрыто Собратостры... А, здесь же я уже был, да? Так, мне нужно закрытую дверь как раз Давай Прием, это анаконда Как слышно? Привет, слушай Давай без этих твоих прием Так, точно, конец связи Вообще, мне нужно с тобой поговорить Никак нельзя, новобранец На задании никаких лишних разговоров Кстати, теперь твой позывной сверчок Почему сверчок? Потому что много сверчишни по теме Как же ты сейчас похожа на моего старика? У тебя проблемы с отцом? Нет, он умер Только не жди на выбрании Что я стану тебя жалеть Мы с ним были не особо близки Сверчок, ты хочешь уболтать меня до смерти? Может, лучше расскажешь Какой у тебя план моего спасения? План? Нет никакого плана Я так и знал Поэтому закрой рот и слушай Сейчас ищи лестницу вниз И спускайся по ней в старое депо Там жди дальнейших указаний Конец связи Как насчет, пожалуйста? Конец связи Что-то мне это не нравится все Реально бэттрип Окей Так, ну мне сюда На, жри, тварь Жри, паскуда И сам же съел батончик Лол За это я эту игру люблю Так Кто это такие вообще? Это сотрудники этой корпорации секретные? Типа охрана? Которая типа все зачистить должна Да? Так, узи Ёптвоё Так, спокойно Вот патрошки и закончились на УЗЕ Придется с пистолетом ходить Хотя я бы лучше дробовик взял, конечно Так Мне тут хочется осмотреться, потому что вдруг я что-то найду интересное Походу туда надо, да? Хотя я не уверен Может быть, может быть сюда Фу, наверное, там воняет Кобздец как Люто Ладно, в любом случае Надо в ту сторону направляться Но я вот практически уверен, что именно так оно и есть Жереботончик Ну, пистолетом балуют, конечно Балуют А вот узи, конечно, нет Особо не балуют Быстро отстреливается, конечно, узи Перезарядка долго идет Не очень удобно Так, ну, наконец-то для дробовика Патрона Кстати Видите, он такой ящик со звездочкой Наверное, это Какой-то особый ящик с боезапасом, да? Так Ёб твою мать Спокойно Сомнительное дело Узрать батончик из кабинки туалетной Ну, ладно Да, блин Вот это я вовремя, конечно Так, спокойно Эту тварюгу я уже встречал Ух ты ж, ё-твоё Спокойно Все, готов Теперь надо с крысами разобраться Готово Ох, потно было Давай уже Автоматическая дверь закрыта Окей Блин, крысы Твою мать Твою мать Твою мать Твою мать Твою мать Бери Так, для УЗИ 25 Но это уже приличненько Так я бы сказал Во, вот это ящик А какой пароль По чем я знать должен То есть, наверное, пароль там где-то остался, да? А можно обратно как-то вернуться? Подождите Нет, нельзя А, жаль Прием, анаконда вызывает сверчка Как слышно? А, с тобой сложнее, чем я думал Сверчок слушает анаконду Вот что ты должен отвечать, новобранец Вопрос А могу ли я сам выбирать себе позывной? Никак нет Позывной дает командир Ты можешь изменить его после успешно выполненного задания Если останешься жив Очень вдохновляет Пускай тебя вдохновит новый приказ По имеющимся у меня данным Солдаты обесточили железную дорогу до базы Поэтому найди подстанцию и запусти генераторы Потом садись на военный поезд и жди указаний Конец связи Нет, не конец Я ничего не понял Какая станция? Какие генераторы? Конец связи, сверчок Пускай он сделает всю грязную работу Ах ты засранец Успел среагировать, а? Так, можно как-то пройти, нет? Там просто патрон для дробовика валяется как бы Закрыто Ёп твоё Тихо Чуп, крысы Так, ключ, хорошо Они чё, прямо из-под матрасов, что ли, вылезли эти скотины? Опять, какой кот? Я почём знаю У меня даже нету никакой инфы Какой тут может быть кот, интересно? Куда нужно? Сюда, да? Мне надо постараться узнать код Так Автоматическая дверь закрыта Переключить Так Он, наконец-то, для дробовика Но маловато, конечно, патрон Маловато, откровенно Тихо Ну, против этих тварей, конечно, пистолет нормально заходит вообще Как положено Всё Молодец Блин, охренеть тут большая станция? Так Нет, давайте-ка я обратно вернусь Два Может быть, это есть? Ну, одна из цифр Цифра два Четыре Так Сколько же там комбинаций-то может быть? До хрена и больше Так Стоп Два Четыре Семь Во Так, давайте попробую Два Четыре Семь Надо попробовать Вдруг сработает Почему бы и нет, слушайте Да уйди Так Давай Два Четыре Семь Отлично Открыто достижение Медвежатник Дневник Демиховского Часть первая Щенки Как-то раз Как-то раз в детстве Я нашел на улице Пару милых щенков Это были беззащитные Голодные создания Я забрал их к себе домой Но когда родители Вернулись с работы Увидели щенков То сильно разозлились Они разрешили мне Оставить только одного А второго Велели утром Вышвырнуть обратно На улицу Всю ночь я думал И только одна мысль Оказалась верной Я взял кухонный нож Иголку Нитку И Сделал этих щенков Счастливыми Утром Когда родители Зашли в мою комнату Они увидели там Одного радостного Щенка С двумя головами Но к сожалению Это милое создание Не дожило до вечера Жесть Прям до мурашек Вообще Ужас какой Ладно Так Это можно включить? Все это обесточено Ладно Все Теперь Можно уже Дальше идти Собственно Кот Видите как ребят Подобрал Правильно Ёп Твою А слушайте Неплохо С него упало Давай с дробовичком Походи пока Ну узи буду на боссов На каких нибудь Оставлять Наверное Охренеть Это было конечно Стремновато Так Здесь можно В вагон Зайти Ну это Без надобности Батончик очередной У нее и так Здоровье полное И три аптечки Еще в прибавок Есть Ну давай Заходи Коль не шутишь Ага Боеприпасы Для дробовика Окей Стоп А Он Вот сюда Здесь Можно найти Нет Понятно Блин Твою Вот это Это было неожиданно Признаюсь честно Так Ну давай За патронами Вернись Машу здесь Или типа Все Полное Да Все Окей Так Я не буду Все Заходить Сразу Дару Нафиг Уху Уху И хорошо Что это Раз Не пошел Как показала Практика Никого Тут Больше Нет Внутри Наких Засранцев Так спокойно пистолета для дробовика аптечка все это ненужное стоп а он в этот выход до метра пока не пойду так подожди может быть я тут что-то пропустил ты игра очень хорошо мотивирует изучать ее нифига себе скорость у этих крысяк так за подстава предохранитель найден хорошо еще надо два предохранителя найти то есть не зря сюда пошел кей бери штиль патрон для пистолет анти понадобится будь и будь уверен в этом так ёб твою спокойно блин это что за жесть вообще алё и даже пройти не могу автоматическая дверь закрыта пошли не в жопу и что мне делать типа снова и открыть и я не могу этого сделать стоп подождите а что метра надо делать дальше там только одна тварь ползать да интересно не а что мне предлагают делать тогда не понял и мара а ну все уничтожена скотина а что делать то мне с этим нужно я туда пройти не могу счета это совсем как-то непонятно дождите к может быть метода вовсе и не надо скоро будет известно здесь по-моему тупик община не ну если мне не туда то куда тогда что я за немножко запутался кушай странно ни одно стоп давайте я подумаю кстати туда можно прострелить нет нельзя там записка какая-то просто хотелось бы конечно не ознакомиться но что вот мне здесь можно сделать что нет автоматическая дверь закрыта короче говоря я не знаю давайте я попробую предохранитель вставить туда конечно схожу сейчас может быть так и надо после взятия предохранителя сразу пойти вы поместить туда куда нужно с проверю так блин далеко вот конечно топать ну ладно а вот автомат пригодится так давай к примеру активируй терминал стоп найди все предохранителя но не короче я не знаю чё это может быть такое автоматическая дверь закрыта а я туда раньше не заходил да а почему там закрыто интересно от еще раз попробую если быть закрыто ну тогда ладно буду думать хочу делать спокойно братан так здесь тупик хотя подожди может быть и не тупик мне автоматическая дверь закрыта не знаю короче что же друзья давайте мы тогда на этом выпуск завершим надеюсь он вам понравился так же как и мне ставьте пальцы вверх валяйтесь подписчики всем спасибо за внимание и пока